Объявления в сети пестрят яркими предложениями и заманивают потенциальных жертв привлекательной ценой на несуществующие товары. Одним из пострадавших от подобного вида мошенничества стал 24-летний вородежец. Девушке решил сделать подарок на Новый год, заказать айфон, начал искать на авито проверенных продавцов, у кого много отзывов. Списался с товарищем, мне заверили, что скоро будет поставка с Дубая. И через 10 дней я получу свой телефон. Молодой человек сразу же перевел продавцу всю сумму. Однако забрать покупку так и не смог. Потом человек начал просто кормить завтраками, что завтра-завтра встретимся, сейчас не могу. Потом выяснилось, что айфона нет, мне пообещали, скажем так, более лучшую версию с большей памятью. Потом сказали, что переведут деньги с моральной компенсацией. После этого Воронежец обратился за помощью в полицию. Следователь Валентина Сахарова работает в должности менее полугода. Но это обстоятельство не помешало младшему лейтенанту раскрыть серию умышленных преступлений. С ее помощью Воронежец и житель Тюмени смогли вернуть свои деньги. Их перевел задержанный подозреваемый. В отделе по расследованию преступлений на территории Ленинского района Следственного управления УМВД России по городу Воронеж в производстве находится двухэпизодное уголовное дело, возбужденное в соответствии с частью 2 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В совершении данного преступления подозревается 20-летний Воронежец, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время потерпевшему возмещен материальный ущерб в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.